привет приветствую дорогой мой это наши уважаемые участник школы человек будущего homo futurus ну для новичков представьте пожалуйста потому что тебя же новичок может не знать ну да меня зовут акбар всем привет и я удивляюсь участником школы homo futurus человек будущая вот уже пять лет занимаюсь ключом и много где мне помогало и я придумал там свои какие-то упражнения и хочу вот очередной раз поделиться в этой книге они есть в этой книге которая уже статус бестеллера имеет это я для новичков которые не в курсе дела они знали что здесь есть наши участники которые свои варианты придумывают на основе принципов ключа очень полезные варианты которыми потом десятки сотни людей пользуются и снимают у себя стрессы включает творческие качества давай давай рассказывай так вот я хотел поделиться таким наблюдением которое я недавно заметил последнем любезе который у вас было вы не рассказывали о упражнении палец хаджимрада и я наташа вот сидела и сказала что у нее никак не получается палец хаджимрада никогда он не надо для новичков просто показать что это имеется ввиду то есть у нас сами диамоторные приемы например нашел удобное положение вообразил что руки пошли в разные стороны они на автомате пошли вслед за образом идеорефлекторные такие с моторным компонентом и сразу снимаются вот-вот я как раз хотел сказать если руки не идут при старшу палец пошел так и так вот наташа сказал что не получается палец никак не идет и я вот потом на следующий день я что-то сидел и пришила попробовать палец хаджимрада и у меня не пошел я что-то удивился так потом вспомнил вот это что наташа сказала и попробовал сразу стресс-тест пойдут ли сразу руки потому что палец не пошел обычно у меня сразу палец идет там руки и ноги пожелаю пожелания идут и тут вот я стою стресс-тест пробую руки сразу пошли а палец нет я тогда еще раз попробую ну что палец пошел потом еще раз руки и тогда я заметил я почувствовал что как только я начинаю представлять что руки идут у меня сразу ощущение в руках то есть руки как будто полный становится и вот они они сразу двигаются от палец когда я до этого пробовал у меня не было там ощущение пальца но я его не ощущал то есть я просто представлял что он идет а он не идет а потом когда я внимание то он направил вот стал ощущать палец да вот ну какой теплый у меня сразу как будто наполнился и сразу задвигался то есть внимание направил на палец сначала да 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 то есть я сначала то есть я понял что если сначала подумать вот у кого стресс-тест не получается или там не сразу идут руки то есть они ставят руки перед собой удобно чтобы было и думать просто руках если они в одежде какой-то они ощущают как вот одежда к рукам до прилегая и вот здесь где-то ощущаете руки и потом когда вы чувствуете что они как будто наполняются да вот ваше внимание на энергии и потом вот представьте куда они хотят пойти и сразу какой-то и сразу что-то тянет как будто то есть после того как вы подумали я я хочу немножко внимание зрителя направить на то что ты говоришь дело в том что ты лишь о том что ты когда представлял что руки пошли они у тебя сразу идут потому что когда ты руки так держал твое внимание сразу могло фиксироваться на руках да да пальцы палец не пошел потому что внимание на пальцы не фиксировалась и тишина лиц пошел придумал нашел обратил внимание новую закономерность ты нашел что если сначала внимание зафиксировать на пальцы начать его чуть-чуть не просто пальца на начале чувствуешь работа извели потом уже палец уже идет по твоему желанию да да а здесь не пошли а здесь вот палец не чувствовал поэтому еще раз повторю ты сначала внимание направил на палец несколько секунд начал его чувствовать сначала то есть там где внимание как мы говорим там и сознание да то есть ты направил сначала внимание до пару секунд пока начал его чувствовать когда начал чувствовать и представил что он пошел и он тоже пошел на автомате это вот еще пример чтобы понять не было упражнение он как-то писала покачивание когда мы стоим вот вы говорите своему встали прислушивающиеся куда тянет и вот это когда вы говорите прислушивайтесь куда тянет сначала человек он прислушивается к тела он начинаете ощущать и вот почему он его тем говорю что она очень эффективная почти вот кому я не показывал почему всех сразу они вывzходит Потому что вот сразу, когда он начинает прислушиваться, ему говоришь, он начинает подсознать и сразу ощущать все тело, и тогда его уже тянет, его уже тянет. Тут то же самое, только не просто представьте, что руки расходятся, а вот сначала ощутите их руки, ну, ощутите, почувствуйте какое-то ощущение в руках, что вот они наполнились, и тогда они сами вот куда-то уже начнут потихоньку двигаться. Я хочу сказать, что когда ты прислушиваешься к рукам, то есть ты пристаешь в механизм обратной связи, твое внимание сначала направляется к руки, ты прислушиваешься к ним, начинаешь их чувствовать, И когда ты начинаешь их чувствовать, у тебя возникает синхронизация между сознанием и руками. И когда возникла синхронизация, напряжение лишнее падает, а управление появляется, возможность управления появляется. А вот, допустим, есть проблема в шее, допустим, да, он когда держит руки, он не может представить себе, он не может фиксировать внимание на руках, потому что боль в шее быстрее фиксирует его внимание. А вот я говорю, что можно даже, вот я своим знакомым показывал, у кого руки медины идут или не получается, они вот когда представляют, ну, перед собой руки кладут, то им тяжело вот как-то становится. И я так говорил им, просто опустите руки вот по шлангу, да, вот так вот, и тоже писать, что они поднимаются. У них так не получается. А я им тогда сказал, что, а вот теперь опусти руки, да, вот свободно, чтобы тебе было. Опустили, и теперь вот начни их ощущать полностью руки вот от кистей до плеча. Они начинают ощущать, и я говорю, а теперь куда их тянет? И у них все, сразу, начали руки куда-то пошли. Правильно, то есть устанавливаешь своим вниманием обратную связь. Да. Потому что обратная связь, это по существу наука кибернетики, там без обратной связи нет управления. Ведь чтобы управлять процессом, надо иметь обратную связь. Ну, конечно, вот ты вот своим вот этим вот находкой своей, с которой ты сейчас со всеми делишься в нашей школе, человек будущего, homo futurus, развиваешь дальше метод саморегуляции ключ. Потому что ты всем объяснил сейчас, чтобы управлять чем-либо в организме, или движением, или там каким-то процессом, надо сначала установить обратную связь. То есть внимание туда направить, почувствовать это, и потом пожелать, как ты хочешь, чтобы было. То есть ты создал синхронизацию, и начал управлять процессом. Да, правильно. Поэтому мы предлагаем принцип подбора путем перебора, по максимальной комфортности. Потому что если руки так держать тяжело, конечно, конкурирующие сигналы не позволяют установить обратную связь. Поэтому надо подобрать такое положение удобное, когда ничего не мешает, когда ты можешь сосредоточить внимание на руках, как ты говоришь, почувствовать их, и потом представить, что они пошли, и они пойдут в зависимости от образа. То есть желание начинает исполняться. А вот насчет того, что палец, то же самое. И насчет покачивания, то, что ты сказал. Потому что когда человек покачивается, ему легче направить внимание, почувствовать себя, и потом, куда ему хочется. И потом, если он представит себе, что его повело туда, его туда поведет. Ну, короче, установление обратной связи. Ну, вообще, это в психофизиологии, например, в теории гипноза, это называется установление рапорта. Ну, там один человек с другим устанавливает, констатируя ему то, что он наблюдает. Например, человек хочет закрыть глаза, гипнотизер ему говорит, закрой глаза. То есть устанавливает, да. Потом говорит, а теперь тебе хочется встать, и тот встает под командой. Потому что он установил обратную связь. Ну, это гипногенный рапорт, так называется. Но мы гипнозом не занимаемся, а просто обучаем людей пониманию этих процессов. Вот и молодец какой. А можно в завершение еще кое-что скажу? Давай. Что я еще вот после этого сразу понял. Я после этого стал периодически просто ощущать все тело. Все тело, вот от головы до ног. И в этот момент, когда я вот начал ощущать все тело, я сразу начал чувствовать, что где у меня что напряжено, и как это вот сразу расслабить. И я вот как-то вот так сделал, и все. И меня как бы уже отпустило. После вот ощущения вот всего тела, я сразу начал чувствовать, где напряжение. А до этого я вообще не ходил там целыми днями, не замечал этого. А потом там и голова начала болеть, или еще какой-то дискомфорт появлялся. Оказывается, вот очень часто напрягаешься. Да, то есть ты начинаешь себя чувствовать. Да. Тебя слышать и дальше говорить. И сразу подправлять там, где тебе… Вот как упражнение, да, можно периодически, несколько раз в день просто вот ощущать свое тело, и сразу это состояние… А вот в этой книжке, которая у меня была в 96-м году, «Защита от стресса», «Как сохранить и реализовать себя в современных условиях», и там я обучал школьников, школьницы и преподавателей, и так далее. Там есть один пример про Джона, который говорил, что… Это в Канаде у меня был такой приятель. Он говорил, я когда сосредотачиваюсь писать, например, что-то. Ноги у меня начинают там ходить под столом. Туда-сюда, туда-сюда. Ноги начинают. Когда я сосредотачиваюсь? Отчего, говорит это? А вот баланс. Потому что, когда он здесь сосредотачивается, чтобы внимание было полное, ему надо снять напряжение где-то, и вот эти повторяемые движения ног, они снимают напряжение, чтобы он мог лучше сосредоточиться. Потому что если сосредотачивается, напряжение растет, а лишнее напряжение, он ногами непроизвольно сбрасывает. То же самое бывает, жвачку жуешь, или когда человек о чем-то переживает, напряженно думает, решает волнующий вопрос, ходит туда-сюда по комнате. Лишнее напряжение сбрасывает, чтобы голова лучше соображала, чтобы легче было сосредоточиться, чтобы легче решить волнующий вопрос. Лишнее напряжение сбрасывать, чтобы зависания не было, как в компьютере. Зацикливание. Вот как интересно. И поэтому недавно, когда мы проводили бесплатный ликбез, или вебинар мы проводили, и там одна женщина заметила, что как только она стала думать и переживать о своей маме, она стала невольно покачиваться. Да. И вот мы там сказали, все участники заметили, вот видите, как это интересно. Вы сразу вышли на автоколебание, как только вы думаете о том, о чем вы переживаете. Потому что автоколебание снимает напряжение. Вот как интересно. И поэтому мы всех учим волне, упражнение волна. Переживайте, о чем переживается, и при этом отпустите тело покачиваться, и вы заметите, что вам легче думается, легче находите решение, и переживания скоро снижаются, и вы выходите из стресса. И вот сейчас очень многие люди испытывают паники, неопределенность, стресс, беспокойство, страх. И то, что мы сейчас с тобой делаем этот ролик, это большая помощь для многих людей, которые нуждаются в простых действиях, которые снимают у них стрессы. Если они будут переживать, о чем переживаются, а при этом отпускать свое тело, слегка покачиваться, как я вот сижу с тобой разговариваю, как я начинаю сосредотачиваться, я начинаю креслом качать. Сюда-сюда. Или же стекулировать. Это если по-нашему напряжению. Спасибо тебе, я поставлю сейчас на запоминание. Я тебе пришлю, ты посмотришь, если ты одобришь, мы выставим в YouTube. Я уже одобряю. Уже одобряю. Ну хорошо, спасибо тебе. До встречи. До встречи. Комменты ставили, вопросы писали, потому что скоро у нас опять бесплатный ликбез. Ликбез и потом вебинар. Но они одинаковые по продолжительности могут быть. Они такие же полезные, одинаково полезные, но чем отличается бесплатный ликбез от вебинара? Тем, что вебинар определяется потом по интересующемуся большинству людей вопросам. А бесплатный ликбез как раз для всех. Каждый может заходить туда, задавать вопросы. И мы там отвечаем на эти вопросы. Спасибо. До встречи. Обнимаю. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Сюда. Нажму здесь. Надо нажать на кнопочку, как мне объяснили. А я просто выйти на снимаю? Да, сейчас, 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 подожди, пауза, остановить. Продолжение следует.